Мальта Поехали? Поехали! Мальта – маленькая европейская страна. Она находится на архипелаге в Средиземном море, где-то между Европой и Африкой. Мальту принадлежит семь островов, но люди живут только на трех. Самый большой остров называется Мальта. Он-то и дал название государству. Если вы соберетесь в ноябре на Мальту, то обязательно берите с собой зонтик. Здесь дожди в это время года – не редкость. Вот и сейчас идет мелкий дождик, совсем как у нас в Петербурге. Валет – это очень маленький город. Его можно обойти за пару часов. А мы за своего балкона можем увидеть три соседних города. Загадки древних цивилизаций, следы мальтийских рыцарей, арабский колорит и замечательные природы. Если верить путеводителям, все это ждет нас на Мальте. Балетто – столицу Мальты. Говорят, город назвали в честь рыцаря, который защищал его от нашествия турок. Даже ноябрь может подарить такие замечательные солнечные теплые денечки. И поэтому даже в это время года можно осматривать местные достопримечательности. Улочки в Валете очень узкие. Раньше в случае нападения врагов на таких улицах было очень удобно делать засады. А еще, благодаря тому, что здания строились достаточно высокими, на улицах почти всегда тень, и в летнее время здесь можно спастись от жары. Ноябрь на Мальте – не туристический сезон. Поэтому даже на центральной площади в выходной день очень мало туристов. Мальта принимает у себя детское вороведение уже второй раз. Может, это и не случайно, ведь каждый второй мальтеец умеет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Почти все дети учатся в музыкальной школе. Удивительно музыкальная сторона. Мальта – это остров мальтийских рыцарей, и когда мы летели сюда, мы надеялись их увидеть. Но доспехи уже не в моде, и поэтому рыцари переоделись в современную одежду, и их не отличить от обычных людей. На Мальте много камня и очень мало деревьев. Поэтому деревянные элементы говорили о хорошем достатке. Мальта входит в список охраняемых культурных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот город – настоящий музей под открытым небом. Здесь можно бесконечно бродить по улочкам и рассматривать замысловатые дверные ручки и разноцветные балкончики. Эта земля в разные времена принадлежала финикийцам, грекам, римлянам, византийцам, арабам и рыцарскому ордену святого Иоанна. Здесь был Наполеон со своей армией, а затем остров оказался под властью англичан. Только с 1974 года Валета стала столицей государства Мальта. Мы привыкли, что при переходе улицы сначала нужно посмотреть налево, а затем направо. Но на Мальце все наоборот – у них левостороннее движение и машины с правым рулем. Местные жители сказали, что еще всего неделю назад в Валете стояла жара, а у нас неделю назад уже лежал снег. Море еще совсем тепло, вода не успела остыть. Жаль, что в Валете нет мест для купания. За нашей спиной – Средиземноморский конференц-центр. Это здание было построено еще в 16 веке, и раньше здесь находился госпиталь. А сейчас здесь проводятся встречи, конференции и выступают знаменитые оркестры и исполнители. А также здесь проводится Детская Европейская 2016. Когда смотришь на эти каменные стены, понимаешь, что здание конференц-зала очень старое. Может быть, когда-то по этим коридорам ходили рыцари Мальтийского ордена? В далекие времена лечебница ордена Святого Иоанна, или Сакроимфермерия, была очень известной. Все местные жители могли получить здесь медицинскую помощь и уход. Говорят, мальтийские рыцари и сами лечили больных, при этом они использовали посуду и инструменты из серебра. Здание перестроили в конце 20 века, приспособив его залы для проведения разных мероприятий. Средиземноморский конференц-центр просто огромен. Он считается одним из самых больших в Европе. Поэтому такое масштабное событие, как Детское Евровидение, решили провести именно здесь. Зал, где проходит Детское Евровидение, называется Залом Республики. Он был построен на месте внутреннего двора, бывшей лечебнице, где даже сохранились старые каменные стены. Оказывается, репетиции перед большими шоу, которые показывают в прямом эфире, не менее интересны, чем сами шоу. Каждую песню повторяют многократно, ведь режиссерам и операторам нужно выучить, как передвигается каждый исполнитель по сцене, когда наступает самый яркий или самый лирический момент в его песне, и в зависимости от этого рассчитать движения каждой камеры, отработать спецэффекты, отрепетировать переходы от песен к песне, чтобы потом телезрители увидели идеально снятую картинку. Время всех участников Детского Евровидения расписано по минутам. Каждому исполнителю дается полчаса на репетицию, а потом общение с прессой. Сейчас мы находимся в пресс-центре, где работают журналисты из разных стран. Они монтируют видео, пишут и редактируют тексты для газет и интернет-изданий, чтобы выдать самые последние новости. Ну и нам, конечно же, интересно, как работают взрослые коллеги. Такого количества журналистов мы раньше не встречали никогда. Почти от каждой страны, принимающей участие в конкурсе, приехал представитель СМИ. А может и не один. Ну что ж, попробуем познакомиться с коллегами. Для какого издания вы работаете? Я пишу и публикую тексты на веб-сайте для фанатов Детского Евровидения со всего мира. Но сам я из Англии. Я никогда не публикую негативные отзывы. Я всегда стараюсь писать о песнях только хорошее. Стараюсь сказать самое лучшее, что возможно. Я работаю для австралийского интернет-издания. Пишу о конкурсе и о музыкантах. В основном я здесь для того, чтобы освещать участие австралийской исполнительницы, но и других конкурсантов тоже. В чем особенность работы журналиста во время таких мероприятий? Есть несколько сложностей. Журналисту, который пишет о Евровидении, важно следить за тем, что он говорит и как. Необходимо быть объективным и критиковать, когда это необходимо. И это нелегко. Нужно найти баланс. Все страны здесь, чтобы быть вместе, объединиться, но в то же время соревнуются друг с другом. Я первый, кто приходит в пресс-центр, и последний, кто его покидает. Телевизионному журналисту нужно иметь много оборудования, камеру, микрофон, и нужно тратить много времени, чтобы решить технические проблемы. Если ты пишущий журналист, тебе нужен только ноутбук, но нужно быть очень креативным и творческим. Как вы работаете на таких больших мероприятиях, как Детское Евровидение? В чем заключается особенность? На самом деле очень сложный график у журналиста, который приезжает работать, в частности, на Детское Евровидение. Потому что на протяжении всей Евронедели мы сопровождаем белорусского делегата и постоянно находимся и ходим за ним с камерой. Может быть, конечно, его это немного отвлекает, но это помогает нам лучше узнать нашего представителя. В этом году 17 стран представили своих участников на Детское Евровидение. Самым младшим 10 лет. Это исполнители из Албании, Болгарии и Грузии. В России на Детское Евровидение прошла отборочный конкурс Софьи Писенко с песней «Живая вода». А на Мальту она уже приехала с командой, которая называется «Water of Life Project». «Если у вас какой-нибудь талисман»… Да, у меня есть кукла, которую мне делали еще с того российского двора. Она прям очень похожа на меня. Узнают ли вас на улицах? Да. Вчера меня узнали в местном артистском ресторане. Они узнали, что я из России, что я с Детского Евровидения. Я думаю, это хороший слоган, потому что мы можем обнять друзей, обнять день, утро и даже будущее. Наши открытые объятия – это та большая ценность, которой мы можем поделиться со всеми. Концерт мы посмотрели накануне, еще на генеральной репетиции. А во время самого конкурса мы пришли в «Грин Рум». Это место, где находятся делегации от всех стран и сами участники. Здесь какой-нибудь талисман. Да, у нас у всей команды есть такие талисманы, как рука. Мы их приготовили специально для Детского Евровидения. Это наше такое секретное оружие. Скажи, что будет дальше, когда мы станем старше. С тобой, с тобой. Я все сделала, то, что я хотела. Из-за этого я себя чувствую очень хорошо, очень так удовлетворенно, я бы сказала. И я счастлива. В этом году собралось очень много сильных и талантливых ребят, у которых есть хорошие номера, хорошая музыка. Будем ждать окончания. Это самая главная интрига. Кому ты посвятила свою победу? Я посвятила ее своей маме. Я так счастлива. Мне кажется, таким удивительным все, что произошло. Я... 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 Я не могу. Я не могу. Да! Вот и подошла к концу наша командировка Для нас, как и для начинающих журналистов, это был бесценный опыт Специально для вас на Мальте работали Маша Андронова и Лиза Алексеева Продолжение следует...